Итак, мы поговорили про мажоризацию и отметили, что с этим понятием у нас связано определенное отображение, которое переводит одно вероятностное распределение в другое. Причем эти распределения связаны друг с другом с помощью бистохастической матрицы. Это матрица с неотрицательными коэффициентами, у которой сумма элементов каждой строки и также каждого столбца равна единице. Кроме того, существует более широкий класс матриц. Это стахастические матрицы, у которых просто сумма элементов каждого столбца равна единице, и класс бистохастических матриц тоже сюда входит. Кроме того, мы ввели понятие выпуклых функций и изобразили это на графике, как они выглядят. То есть это функции, у которых выпуклость обращена вниз. И сейчас в связи с этим сформулируем и докажем одно крайне важное утверждение. Чисто оформим это в виде теоремы. Здесь, значит, пусть у нас функция f выпуклая. Я напомню, что по-английски это называется конвекс. И у нас заданы несколько распределений. То есть это элементы p, два вектора p и q. И также еще два вектора p' и q'. И все они являются векторами, состоящими из вещественных чисел. И, допустим, все они имеют длину d. Обозначим это вот таким образом. То есть они принадлежат пространству векторов длины d, состоящими, у которых компоненты являются вещественными числами. Кроме того, дополнительное требование это то, что все их коэффициенты не отрицательны. Обозначим это следующим образом. И, кроме того, на векторы q и q' более строгое ограничение q и t и q и t' строго больше нуля. Строго больше нуля. А остальные компоненты p и p' могут принимать в том числе и нулевые значения. Значит, это строго больше нуля для любого. И от единицы вплоть до d, до длины этого вектора. Пусть, кроме того, штрихованные векторы связаны с соответствующими не штрихованными с помощью стахастического отображения. То есть с помощью стахастической матрицы. То есть одной и той же. p' связана с p с помощью отображения t. Обозначим это стахастическое отображение. Буквы t большое. И, кроме того, вектор q' с помощью того же отображения t связан с вектором q' не штрихованным. Подчеркнем, что t — это стахастическая матрица. Тогда при этих условиях мы можем сказать, что выполняется следующее неравенство. мы берем сумму по i, по всем компонентам этих векторов. Сначала будут идти штрихованные q' и t компоненты. Дальше идет функция f, выпуклая функция, которая в условии теоремы фигурирует. И эта функция берется в точках, равных отношению. p' и t' q' q' и t' Вот такая вот сумма оказывается меньше либо равной аналогичной суммы, но уже в для не штрихованных векторов. q' и t функция f p' и t на q' и t. Именно поэтому здесь задается такое условие на компоненты q' и q' чтобы они были строго больше нуля, то есть не обращались в нуль, поскольку они здесь входят в знаменатель аргумента функции f. Представим теперь доказательства. И сначала запишем аргумент функции f, то есть вот это вот отношение штрихованных компонент p' и q. сначала представим знаменатель в выражении через не штрихованный вектор, не знаменатель, числитель. Значит, p' и t выражается через не штрихованные элементы с помощью стахастической матрицы с компонентами и t, kt, p, kt, где мы суммируем по индексу k от 1 до d. Здесь у нас все суммы будут от 1 до длины всех векторов d, q и t штрих. Дальше мы можем сделать следующий переход, поскольку у нас по условию все компоненты вектора q не обращаются в 0, то есть строго больше 0, мы можем числитель и знаменатель в каждом слагаемом этой суммы домножить на как раз катую компоненту вектора q. Ну, а сумму давайте вот здесь вот впереди поставим и напишем теперь эту дробь t и t, kt теперь с домножением на катый элемент ну, и как бы особняком здесь оказывается p, kt и внизу у нас будет отношение значит, q штрих и t и тоже образовался множитель q, kt и теперь отдельно посмотрим вот на эти коэффициенты в данной сумме которые мы можем временно обозначить за лямбда катой и повнимательно посмотреть что представляют собой эти коэффициенты мы можем заметить что сумма по k именно этих коэффициентов взятых отдельно это будет сумма t и t, kt и т, kt q, kt на q и t штрих знаменатель здесь не зависит от индекса суммирования он выносится как множитель а вот числитель если просуммировать по всем k даст нам как раз и ту компоненту но уже вектора q штрихованного поэтому это у нас q и t штрих на q и t штрих и равно это единица то есть числа лямбда катая это у нас не отрицательные числа которые в сумме дают единицу то есть образуют некоторое вероятностное распределение и тем самым вот эта вот сумма в верхней строчке это у нас выпуклая линейная комбинация чисел p, kt и q, kt а если у нас встретилась выпуклая линейная комбинация мы сразу можем применить неравенство Йенсена и взять выпуклую функцию выпуклая функция теперь взятая в точке p и t штрих делить на q и t штрих это как мы получили функция вот вот такой вот выпуклой суммы k от единицы до d лямбда катая то есть вот эти вот коэффициенты которые мы переобозначили вот эту вот дробь да и остаток p, kt оставшиеся которые мы сюда не взяли в это обозначение отношения вот то есть выпуклая линейная комбинация относительно чисел p, kt делить на q, kt с коэффициентами лямбда катая и поскольку от этого аргумента берется выпуклая функция выполняется неравенство Йенсена то есть это должно быть меньше либо равно лямбда катая выносится наружу а функция берется в этих точках то есть сумма теперь будет пока от единицы до d коэффициента лямбда катая и функции взятые уже в точке в точках p, kt на q, kt вот это у нас переход то есть ограничение сверху которое осуществляется с помощью свойства выпуклости функции f которая заявлена в условии теоремы данной а дальше мы можем обратиться уже собственно к левой части неравенства которое требуется доказать и использовать вот это вот соотношение здесь и сделать дальнейший переход левая часть доказываемого неравенства сумма по i от 1 до d q и t штрих на функцию от p и t штрих на q и t штрих значит как мы только что доказали у нас есть ограничение на функцию f от такого аргумента то есть меньше либо равно если каждая слагаемая в сумме будет меньше либо равно то и вся сумма будет тоже меньше либо равна внешнюю сумму мы просто переписываем а множитель q и t штрих остается и дальше заменяем значит меньше чего вот эта вот функция у нас а функция как мы видели у нас меньше суммы по k от единицы до до дальше стоят коэффициенты той выпуклой комбинации лянда кт но мы их сразу запишем в явном виде это у нас было t и t кт q кт делить на q и t штрих и дальше идут собственно уже значение функции f в отношении не штрихованных компонент p и t делить на q и t вернее pk t делить на q кт вот так вот да и дальше сразу мы можем увидеть здесь что у нас происходит сокращение вот этого множителя куэта штрих с этим и это сразу нам облегчает выкладку поскольку в вот в этих суммах от индекса и будет зависеть только число t и t k t значит давайте эту сумму запишем отдельно сумму по и от единицы до д коэффициентов t и t k t да ну поскольку тут индекс k все-таки сумма по k должна тоже первой идти от единицы до d вот а вот эту сумму мы как бы отдельно тут выделим вот и все что осталось значит кое-то штрих у нас сократились осталось у нас число q k t на функцию от отношений не штрихованных p k t и вот в этой выделенной сумме мы можем просто воспользоваться свойством стахастичности матрицы t это у нас стахастическое отображение а здесь суммируются элементы катого столбца этой матрицы то есть вот эта вот сумма целиком обращается в единицу просто и итог остается внешняя сумма по k от единицы до d q k t f от отношения p k t q k t с чего мы начали левая часть неравенства меньше либо равно и пришли меньше либо равно правой части того неравенства то есть утверждение теоремы доказано данная теорема обладает довольно большой общностью поскольку сюда входит произвольная выпуклая функция а таких существует великое множество поэтому рассмотрим некоторые важные следствия первое следствие это пусть у нас функция f выпуклая и есть два вектора теперь не 4 а 2 p штрихованный p не штрихованный причем связаны они теперь не просто стахастической а дважды стахастической матрицы то есть d бистохастическая тогда выполняется будет вот такое вот неравенство сумма по i от единицы до d здесь значение функции f просто взяты в компонентах слева будет взяты в штрихованных компонентах p и t штрих это будет меньше либо равно сумме от единицы до d та же самая функция но взятая вне штрихованных компонентах вектора итак первым следствием данной теоремы является то такое утверждение если у нас функция выпуклая и заданы два распределения которые связаны бистохастическим отображением то сумма значений функций функций f в компонентах преобразованного вектора меньше либо равно аналогичной сумме где функции взятых на компонентах исходного вектора p докажем это утверждение для доказательства нам достаточно взять из предыдущей леммы вот у нас уже есть векторы p и p штрих мы можем взять вектор q такой что его компоненты равны единице для любого и от единицы до d тогда если мы возьмем это отображение d и возьмем новый вектор q штрих связанный с исходным данным бистохастическим отображением то есть возьмем и т компоненту то это будет тоже единичный вектор вектор целиком состоящий из единиц по тому свойству которое мы подчеркивали для бистохастической матрицы то есть распределение однородное она переводит снова в однородное распределение здесь неважно что без нормировки все компоненты одинаковые тоже переводится в вектор у которого все компоненты одинаковые здесь не предполагается что это должно быть вероятностным распределением поэтому нам не обязательно здесь ставить нормировку здесь более общий случай рассматривается здесь как сама лемма рассматривает только векторы из пространства rd не накладывает на них требования вероятностного распределения поэтому оно не обязано быть нормировано вот раз у нас есть q-штрих и q теперь мы можем написать утверждение леммы утверждение предыдущей теоремы значит q-штрих это у нас единица и мы получаем у нас остается f вот там стояло отношение p-штрих q-штрих но q-штрих единица поэтому снова f от p-штрих получаем вот и это будет меньше либо равно аналогичной суммы сумма но уже не штрихованный f от p да там тоже q все q-ит равны единице поэтому будет просто f от p-ит вот ну и тем самым мы доказываем утверждение данного следствия уже как бы следующим подследствием следствием этого утверждения мы можем взять конкретную функцию f которая равняется x логарифм x легко можно убедиться что эта функция является выпуклой на своей области определения и тем самым мы получаем что то если мы возьмем два распределения p и p-штрих и напишем это таким образом то есть у нас вектор p-штрих мажоризован вектором p это будет это как раз и будет означать что у нас вектор p-штрих связан с p с помощью дважды стахастического отображения и тогда у нас получается вот это вот неравенство в таком виде сумма по i от 1 до d p и t логарифм от p и t меньше либо равен второй сумме то есть штрихованная меньше либо равна не штрихованной сумме от 1 до d p и t логарифм p и t здесь должен быть знак меньше либо равен но мы специально домножим на минус единицу и обратим этот знак вот таким вот образом для того чтобы связать это выражение с выражением для энтропии фон Неймана энтропия Шеннона энтропия фон Неймана затем вводится на основе энтропии Шеннона энтропия Шеннона это выражение для вероятностного распределения энтропия фон Неймана уже определяется на каком-либо квантовом состоянии на операторе плотности который имеет определенный спектр вот и энтропия фон Неймана от оператора плотности это энтропия Шеннона от его собственных значений вот поэтому сейчас мы предположим что П это вероятностное распределение теперь то есть это неотрицательные числа которые в сумме дают единицу и энтропия Шеннона от распределения по определению это вот такая вот сумма по и от единицы до д минус П минус П и Т логарифм обычно берется логарифм по основанию 2 поскольку мы имеем дело с информационной теорией с битами сначала классическими потом квантовыми и здесь все удобно выражать через логарифм по основанию 2 это логарифм П и Т вот это энтропия Шеннона то есть такая мера хаотичности вероятностного распределения отсюда видно что максимальное значение отсюда будет видно да из рассуждений которое я сейчас проведу что максимальное значение она достигает на однородном распределении когда то есть каждая компонента П равна единице на Д значит что мы получили это неравенство нам дает что если распределение П-штрих мажоризовано распределением П то энтропия П-штрих будет больше либо равна энтропии исходного распределения значит П-штрих мажоризовано П отсюда будет следовать что энтропия у этого распределения будет больше ну в связи с мажоризацией мы говорили что вот это отношение мажоризации оно показывает в каком какой-то степени что одно распределение более хаотично чем другое и вот количественно это подтверждается данным утверждением да то есть если П-штрих мажоризовано П то энтропия Шеннона на таком распределении больше либо равно энтропии мажорирующего его сверху распределения П и кроме того мы мы говорили что однородное распределение то есть единичное да 1 на Д оно мажорируется любым другим распределением П и отсюда сразу следует что энтропия однородного распределения превышает энтропии всех остальных распределений то есть энтропия достигает своего максимума именно на однородном распределении второе следствие доказанной теоремы здесь мы снова берем функцию f равный x логарифм x но теперь напрямую применяем то неравенство неравенство у нас было какое сумма по и qi' штрих f по и и штрих qi' штрих меньше либо равно не штрихованный сумма по и qi' штрих подставляем это выражение это выражение тогда что у нас получится в левой части сумма по i по i qi' qi' штрих дальше значение f в этой точке отношения по i' qi' штрихованные значит x это непосредственно сам аргумент пишем на теперь на логарифм этого отношения здесь у нас видно что qi' штрих сокращается и это будет равно сумме по i вот таких вот комбинаций по i t штрих логарифм отношения ну и согласно доказанной теореме это будет меньше либо равно аналогичной сумме не штриховных компонент то есть того же выражения но не штриховного pi' и логарифм отношения pi' делить на qi' вот это важное соотношение у нас получилось вот у этого выражения даже есть специальное название как мы видим сюда входят именно два распределения p и q ну и соответственно штрихованные тоже p' и q' штрих обозначение вот такое вот это функция которая зависит от двух распределений и как раз имеет выражение в виде вот такой вот суммы суммы по i по i t и логарифм отношения ну логарифм тоже может быть по различным основаниям мы тоже будем брать чаще всего по основанию два логарифм отношения по i по i по i t это выражение называется относительной энтропией относительная энтропия и в каком-то смысле оно позволяет сказать насколько близки друг другу два распределения здесь в частности из этого определения видно что если оба распределения совпадают между собой то относительная энтропия на них равна нулю кроме того можно показать что это выражение не отрицательное то есть s на p всегда больше либо равна нулю ну и равна нулю тогда и только тогда когда оба распределения совпадают но самое важное ее свойство дает нам как раз доказанная теорема то есть вот это вот утверждение если у нас p штрих связано с тахастическим отображением с p и также q штрих связано тем же самым тахастическим отображением с вектором q тогда у нас вот вот это вот неравенство выражает данный факт относительно энтропии штрихованных распределений между p штрих и o штрих будет меньше либо равна относительно энтропии взятой на исходных распределениях то есть не штрихованных p и q то есть если рассматривать стахастическое отображение как некоторый реальный физический процесс когда мы начинаем с распределения p и q и с течением времени переходим в результате эволюции к распределениям p штрих и q штрих то расстояние между этими распределениями убывает то есть они все ближе и ближе приближаются друг к другу в результате стахастической эволюции и относительная энтропия убывает вот это вот свойство обычно называют свойством монотонности относительной энтропии мы далее увидим что этот факт получит обобщение на квантовый случай и будет аналогичная монотонность для квантовой относительной энтропии где здесь уже будут стоять не распределение а квантовые состояния то есть операторы плотности и стахастическая эволюция здесь будет заменяться на квантовый канал то есть это самая общая эволюция квантовых состояний ну а в данном выражении здесь у нас пока только эволюция вероятностных распределений однако это тоже крайне полезный факт который в частности позволяет получить аналог второго начала термодинамики в стахастической классической термодинамике сначала потом уже есть некоторые обобщения на квантовую термодинамику и еще представим одно утверждение без доказательства которые с математической точки зрения полезны при доказательстве некоторых утверждений пусть у нас есть два вероятностных теперь распределения мы это обозначим как два распределения которые принадлежат вот такому вот множеству pd то есть раньше у нас были векторы rd а теперь pd как бы обозначает что это вероятностные распределения это будет означать что это векторы с неотрицательными компонентами которые в сумме дает единицу тогда следующее утверждение эквивалентное то есть следующие пункты которые я перечислю эквивалентны между собой первое вероятностное распределение p штрих мажоризовано распределением p мажоризовано значит в том смысле значит выполняется система неравенств это просто определение мажоризации то есть там система неравенств с суммами по компонентам сначала p1 штрих меньше либо равно p1 потом второе второе неравенство это p1 штрих плюс p2 штрих меньше либо равно p1 плюс p2 где компоненты взяты в невозрастающем порядке ну и самое последнее неравенство это сумма всех компонент будет равна сумме вектора p штрих будет равна сумме всех компонентов вектора p но оно выполнено за счет того что у нас вероятностное распределение и так вот если мажоризация выполняется в терминах этой цепочки неравенств вот это одно утверждение ему эквивалентно утверждение утверждение что для любого вещественного числа t у нас выполняется вот такое вот неравенство мы можем взять сумму модулей значит разность компонент p и t штрих минус это число t вот и это будет меньше либо равно аналогичной сумме с не штрихованными компонентами еще раз подчеркну данное неравенство выполняется для любого числа t вещественного как положительного так и отрицательного значит что мы получаем мажоризация p штрих и p эквивалентна вот такому неравенству или наоборот то есть если мажоризация выполняется то выполняется неравенство и наоборот если для любого вещественного данное неравенство выполняется то у нас выполнена и мажоризация то есть p штрих мажорировано p эти два утверждения 1 и 2 эквивалентны Но у нас есть еще два утверждения, которые эквивалентны этим первым двух. Для любой выпуклой функции, для любой, выполняется неравенство, уже нам знакомое. Сумма значений функции в компонентах P' меньше либо равно сумме значений функции в внешней холме, в компонентах вектора P. Значит, для любой, если для любой выпуклой функции это выполняется, то у нас и выполняется мажоризация, выполняется это неравенство. Все три утверждения эквивалентны. Ну, есть и четвертый пункт. Существует дважды стахастическая, да, то есть бистахастическая матрица. D такая, что она связывает P' и P. Этим утверждением мы уже пользовались. Здесь мы просто еще раз его закрепляем как факт. И получается вот такая вот удобная теорема. Все пункты, все утверждения эквивалентны между собой, то есть в обе стороны действуют. В частности, вот по поводу третьего пункта мы видим, что если для любой выпуклой функции выполняется это неравенство, то у нас два распределения, то есть работает из трех, следует один. Два распределения мажоризованы друг другом, P' мажоризована P, вернее. Или же P' связан с P неким бистахастическим процессом. Мы говорили раньше о энтропии Шеннона, то что если P' мажоризован P, то у нас энтропия Шеннона, взятая на P' будет больше либо равна энтропии исходного распределения. То есть если мажоризация выполняется, то выполняется это неравенство. Но, однако, как выясняется, в обратную сторону это не всегда работает. То есть не всегда, когда у нас энтропия одного распределения больше энтропии другого, то выполняется мажоризация. Ну, мы знаем, что мажоризация, в частности, это частичные упорядочивания, не все два взятые распределения мажорируются друг другом. То есть можно подобрать такие два распределения, где ни P не мажорирует P', ни P' мажорирует P, а тем не менее энтропия одного из них больше энтропии другого. Поэтому в обратную сторону это не работает, и неравенство для энтропии не является достаточным условием для того, что у нас распределение P' связано бистохастическим процессом с распределением P. То есть, как говорят, энтропия Шеннона — это неполная монотонная функция, которая описывает направление протекания процесса. Однако, как мы видим, здесь полным условием является проверка, является факт, что для любой выпуклой функции, если выполняется данное неравенство, то это сразу отсюда будет следовать, что распределение P' связано бистохастическим процессом с распределением P. То есть, тут формально можно сказать, что у нас бесконечное множество достаточных условий для того, чтобы мы сказали, что два распределения связаны бистохастическим отображением. Это всевозможные выпуклые функции, проверка этого неравенства на всевозможных выпуклых функциях. Но сама отдельно взятая энтропия Шеннона, которая выразается через минус выпуклой функции, поэтому тут неравенство в другую сторону работает, отдельно взятая неравенство для энтропии Шеннона, оно не является тут достаточным признаком, достаточным условием для связи бистохастическим процессом P' и P. Достаточным условием является неравенство для всех всевозможных выпуклых функций F. И сейчас мы применим доказанное утверждение о монотонности относительной энтропии для иллюстрации аналога второго начала термодинамики в стахастическом случае, в классическом. Здесь мы вспомним некоторые элементы из статфизики. Будем рассматривать отображение, которое задается стахастической матрицей. То есть она переводит одно распределение вероятностное в другое. Но это будет особый класс стахастических отображений, который сохраняет так называемое гипсовское распределение. Символически это отражается следующим равенством. То есть если у нас есть такое гипсовское распределение, то стахастический процесс T на него не влияет. То есть это распределение является неподвижной точкой данного отображения. Гипсовское распределение возникает для термодинамической системы, которая находится в контакте с термостатом при определенной температуре. Если мы как-то нарисуем нашу систему и термостат с температурой определенной, поддерживаемая температура, контакт системы с термостатом. И если у нас с течением времени происходит релаксация, происходит равновесие, равновесное состояние достигается системой S, то распределение ее энергетических уровней — это как раз распределение гипса. То есть P и T гипса. Здесь мы вводим энергетические уровни системы, но это классическая термодинамика. То есть здесь есть у системы гамильтониан, который полностью характеризуется набором энергетических уровней. мы считаем нашу систему в данном случае конечный, то есть конечный набор неотрицательных чисел, которые играют роль уровня энергии, и который полностью характеризует наш гамильтониан. Это не квантовый случай. В квантовом случае нам понадобилось еще собственные векторы этого гамильтониана. А здесь достаточен просто набор энергетических уровней. И вероятность нахождения системы на этом уровне — это гипсовское выражение, известное E в степени минус бета E и T, разделить на нормировку, или она называется еще статсуммой, где статсумма — это сумма всевозможных таких экспонентов. Бета — это традиционное соглашение, которое обозначает... символ бета обозначает обратную температуру. системы. И с этим состоянием можно еще связать свободную энергию, которая равняется минус бета минус первый, то есть это как раз температура, на логарифм статсум. Это свободная энергия равновесного состояния, то есть гипсовского состояния, системы в контакте с термостатом, поддерживаемым при температуре T определенной, при температуре единицы на бета. И физическая модель — это то, что как только у нас система пришла в состояние равновесия, это состояние продолжает сохраняться бесконечно долго. И если процессы у нас моделируется стахастическими отображениями, то физически значимые отображения T должны у нас сохранять гипсовское распределение. То есть равновесное состояние снова переводят в равновесное, то есть они никак его не изменяют. Существует одно простое достаточное условие для того, чтобы отображение T было сохраняющим гипсовское распределение. Это вот такое вот выражение. Здесь нет суммирования по повторяющим индексам, это просто одно слагаемое. Вот если вот такое выражение, здесь как бы вероятность нахождения на этом уровне, умноженное на вероятность перехода из этого состояния в житая, если это выражение равно, мы просто переставим индексы T и TGT на E в степени минус β EGT. То есть справа здесь стоит вероятность нахождения на житом с последующим переходом в ИТ состояние. Так вот, если выполняется такое соотношение для любых пар индексов ИТ, ЖТ, то тогда у нас распределение T является сохраняющим гипсовское распределение, то есть сохраняющим равновесное состояние. Это легко видеть, если просто написать выражение для P' связанное с T, P гипсовским. То есть тут надо будет просуммировать, чтобы найти ИТ-ую компоненту, давайте найдем, например, житую компоненту P'. У нас возникнет тут сумма как раз житая, а P'I G фиксирована, а P'I суммирована. Но это можно преобразовать теперь к такой сумме, сумма P'I, где уже второй множитель от индекса И освобожден, и поэтому сумма обращается в единицу по всем T, поскольку это стахастическая матрица. И P'I G будет тогда совпадать с P житым гипсовским. То есть у нас T сохраняет гипсовское распределение. И вот это условие в статфизике называется уравнением детального баланса или уравнением детального равновесия. Вот в силу того, что я сказал, тут скомпенсированы вероятности перехода из ИТ в житое и обратно из житого в ИТ-ое состояние. И поэтому это является достаточным условием для вот такого свойства сохранения гипсовского распределения. Но отметим, что это только достаточное условие. То есть оно не является необходимым и достаточным. Можно привести различный контрпример. И сейчас для такого отображения мы можем применить свойства монотонности относительно энтропии. Мы можем взять функцию S на распределение. Скажем, пусть у нас есть какое-то исходное распределение P. А мы применили вот этот вот стахастический процесс к нему и получили распределение результат действия T на P. И сравниваем его с результатом действия T на гипсовское распределение. Но здесь мы уже знаем, что T сохраняет гипсовское распределение, поэтому эта функция будет равна S от T на P между просто гипсовским распределением. И кроме того, мы теперь можем сравнить значение этой функции на исходных распределениях, то есть без буквы T. То есть применить свойства монотонности. Мы знаем, что это значение будет меньше либо равно функции S, взятой на каком-то распределении P, то есть уже без буквы T, и в сравнении с основой гипсовским распределением. Вот это выражение и заключает нам, по сути, направление течения процессов. Если у нас есть гипсовское распределение, и мы взяли какое-то другое распределение, возможно, неравновесное, то с течением времени, иначе говоря, под воздействием стахастического процесса, у нас функция S будет не возрастать. То есть с течением времени расстояние, в кавычках, расстояние между распределением P и гипсовским будет только уменьшаться. Это нам будет косвенно указывать на то, что неравновесное распределение с течением времени будет приближаться к равновесному распределению, то есть распределению гипса. У нас система в контакте с термостатом, поэтому для нее равновесным распределением является гипсовское. Значит, у нас есть вот такое важное условие монотонности. Давайте посмотрим, к какому выражению она приводит, если мы раскроем по определению относительно энтропии, что это будет означать. Значит, слева у нас преобразованное распределение, поэтому будем записывать относительно него. Значит, слева у нас стоит сумма по компонентам именно этого преобразованного распределения. Значит, дальше там берется логарифм отношения. Индексы мы тоже рисуем здесь. К гипсовскому распределению. Гипсовское распределение тоже раскрываем. Е в степени минус бета. Тоже и т компоненты его. Минус бета е и т на статсум. Это должно быть меньше либо равно. Исходное распределение здесь ставим. Здесь было т, п, здесь просто п, п и т. И тоже логарифм отношения п и т к гипсовскому распределению, то есть е в степени минус бета е и т к z. Дальше мы можем преобразовать логарифм отношения, записать через разность логарифмов. И кроме того, вот этот вот множитель z, он тоже там, то есть логарифм знаменателя, это разность логарифм экспоненты минус логарифм z. Он слева и справа будет одинаковым. Минус логарифм z мы его просто сократим на него и не будем учитывать. Слева и справа одинаковое слагаемое в этом неравенстве, поэтому сокращается. И поэтому здесь будет отдельно запишем сумма по i, преобразованное распределение на логарифм этого значения. Да, и от логарифма отношений еще будет второе слагаемое, то есть минус логарифм экспоненты. То есть минус, и этот же множитель, да, сумма по i, значение преобразованного распределения. Логарифм экспоненты нам дает еще минус β на e и t, уровень энергии. И это меньше либо равно, аналогично, в правой части то же самое преобразование, только будет уже без буквы t. Сумма по i. p и t, логарифм. p и t минус сумма по i, тоже будет без буквы t, p и t минус β энергии e и t. Теперь мы вот эти вот выражения подведем под выражение для энтропии Шеннона. Здесь, из этой структуры, нам видно, что достаточно на минус домножить, тогда будет минус сумма, которая как раз равняется энтропии Шеннона от t на p. Ну и справа будет энтропия Шеннона от распределения p. Знак неравенства у нас поменяется в обратную сторону, предомножение на минус. То есть мы получаем, что энтропия Шеннона от распределения t на p. Здесь мы на минус домножили, просто скомпетируем вот эту вот минус β, обратится к β. Значит, у нас знак будет больше либо равен теперь. И у нас в правой части энтропия Шеннона образуется, мы ее перенесем в левую часть со знаком минус, минус энтропия Шеннона от исходного распределения, а все остальное сгруппируем в правой части. И у нас тогда образуется вот такая вот одна сумма. Сумма по i. Значит, β здесь и здесь, то есть это у них общий множитель. И будет разность. Значит, новое распределение, новая вероятность на e и t минус старая вероятность. Вот такая вот конструкция. Слева у нас просто получилось приращение энтропии. Энтропия конечного состояния минус энтропия начального. И это оказывается больше либо равным, чем β, то есть единица на температуру. А вот это выражение можно рассматривать как, то есть интерпретацией его является изменение среднего значения энергии. То есть это здесь ведется усреднение, да, e и t на вероятность нахождения на этом уровне. Это среднее значение по новому распределению минус среднее значение по старому. То есть это превращение средней энергии системы. И если мы рассматриваем гамильтониан системы, независимую от времени, а зависимость от времени мы интерпретируем как, явную зависимость от времени, как совершение работы системой над системой, то есть приток работы. В данном случае, если мы рассматриваем гамильтониан независимым явно от времени, то у нас изменение средней энергии системы целиком связано с поглощением теплоты, то есть с обменом теплоты. Но превращение может быть разным знаком. В общем, это обмен теплоты в общем смысле. То есть это может быть положительная или отрицательная величина. И тем самым мы приходим к вот такому вот неравенству. Перевращение энтропии больше либо равно, чем бета на Q. Количество теплоты, которое приходит в систему. И это выражение по форме как раз напоминает неравенство Клаудиуса в классической термодинамике стандартной, потому что бета — это у нас обратная температура. И тут как раз у нас получается такое вот соответствие с термодинамикой. То есть у нас это выражение получается как следствие монотонности относительно энтропии. Но еще следует сказать, когда учитывается работа, которая производится возможно над нашей системой, то есть у нас в первом начале термодинамики изменение энергии за счет двух компонентов — за счет теплоты и за счет еще работы над системой. В стахастической термодинамики тоже этот принцип должен учитываться, но учитывается он с помощью подхода, где рассматриваются такие скачки гамильтониана. То есть теперь для учета работы гамильтониан предполагается явно зависящим от времени гамильтониан системы. И вот эта вот зависимость от времени как раз учитывает работу над системой. Мы можем считать, что совершение работы над системой — это совокупность таких скачков, которые по-английски называются quench. То есть быстрые скачки, скачкообразные изменения распределения, то есть набора энергетических уровней гамильтониана. Тут подчеркнем, что именно скачками. То есть вот, например, один уровень энергии, который скачкообразно перешел в другой. И мы можем рассматривать, что у нас, если задано у нас какое-то неравновесное распределение, которое под воздействием отображения T будет релаксировать к гипсовскому. То есть вот процесс релаксации как-то мы изобразим. А затем резко происходит скачок. Этот quench. То есть работа над системой, изменение энергетического уровня. И вот это распределение, которое было близко к гипсовскому и стремилось к нему по отношению к исходному распределению, уже становится неравновесным по отношению к новому распределению уровня энергии. И дальше на том промежутке, где у нас нет скачка, у нас происходит релаксация, релаксационный процесс снова к уже новому гипсовскому состоянию. Но вдруг происходит дальше, возможно, следующий скачок в каком-то произвольном направлении. И у нас снова это равновесное распределение удалилось от гипсовского, и оно уже релаксирует к новому гипсовскому распределению относительно новых уровней энергии гамильтониана. Ну и так далее. Тут совокупность скачков дальше, дальше происходит релаксация со скачками, такими квенчами. Значит, скачки предполагаются очень быстрыми, такими, что на время скачка у нас пренебрежимал обмен теплотой с термостатом. И, кроме того, скачок настолько быстрый, что у нас само вероятностное распределение не успевает поменяться. То есть за время скачка у нас отсутствует обмен теплотой и не меняется распределение. Тем самым мы можем повторить эти рассуждения с данным неравенством монотонности. Скачки у нас распределение не меняют и не меняют баланс теплоты. А дальше у нас на промежутках, где скачки отсутствуют, выполняются вот эти рассуждения. А скачки их потом еще не меняют эти распределения. Поэтому отсюда будет следовать, что на всем протяжении этого процесса у нас неравенство будет сохраняться. То есть вот это вот неравенство будет сохраняться и в присутствии скачков. А дальше уже данная схема моделирует произвольный процесс, когда весь промежуток эволюции системы делится на бесконечное число квенчей скачков. И рассматривается вот на этих этапах, на каждом этапе рассматривается вот это вот неравенство, которое сохраняется. Ну и дальше происходит переход к непрерывному распределению, когда у нас работа за счет квенчей представляет собой некоторый тоже непрерывный процесс. Ну и в результате получается утверждение, что вот это вот неравенство в этой модели также сохраняется и при совершении работы. И тем самым у нас получается аналог второго начала термодинамики в определенных случаях. И кроме того, значит, вот эта вот разность, то, что мы получили, значит, разность этих двух величин. С исходного распределения по отношению к гипсовскому минус С конечного распределения по отношению к гипсовскому равняется приращении энтропии минус бета на количество теплоты, и это больше либо равно нулю. Вот эта вот величина в левой части этого равенства обычно называется производством энтропии. То есть разность относительных энтропий называется продукцией энтропии, и из этого неравенства видно, что оно больше либо равно нулю. Полученное неравенство можно еще назвать обобщенным принципом Ландауэра. Мы с вами говорили о классической постановке, мысленном эксперименте, когда происходит процесс стирания информации. Например, на примере резервуара с молекулой. Этот резервуар разделен перегородкой, и молекула может принимать два положения, либо в левой перегородке, либо в правой. Значит, это первоначальное состояние. А конечное состояние системы — это когда мы схлопываем этот резервуар пополам. И, ну, допустим, правая стенка движется влево, и у нас остается половинка резервуара. То есть частица всегда в левой части, то есть здесь она обозначается единицей. Вот этот вот принцип действительно можно объяснить на основе полученного неравенства, поскольку у нас слева ситуация, да, начальная ситуация, распределение вероятностей — это одна вторая. П1 равняется П2, вероятность нахождения в один равна вероятности нахождения в два и равна одной второй. И энтропия Шеннона такого распределения, С0, да, начальное положение обозначим, это будет минус одна вторая логарифм одной второй, первая слагаемая, связанная с П1, и также минус одна вторая логарифм одной второй снова. Это слагаемая, связанная с П2. Значит, логарифм одной второй — это минус логарифм двух, и в итоге получается значение логарифм двух. Если мы берем в термодинамическом смысле логарифм натуральный, то это будет логарифм двух. И конечное положение, да, то есть в котором мы стерли информацию, независимо от того, где частица была в начале, в конечном положении она всегда оказывается в первом полупространстве. Здесь распределение такое, что П1 с достоверностью, да, то есть с достоверностью она находится в области 1, поэтому П1 равно 1, а П2 равняется 0. Вот, и Шенноновская энтропия будет содержать только одно слагаемое, минус 1, логарифм 1. Там будет формально второе слагаемое, да, плюс, минус 0 на логарифм 0, но мы его рассматриваем в предельном смысле, да, то есть x логарифм x при x, стремящемся к 0, это можно показать, например, с помощью правилового питания, что это 0, поэтому 0 в логарифм 0, это 0. Добавку сюда не вносит. Вот, и энтропия, тем самым будет минус логарифм 1, логарифм 1 это равен 0. Поэтому энтропия будет равна 0. Вот, и в результате этого процесса стирания информации, стёрт здесь был ровно 1 классический бит, да, то есть 0, либо 1, положение либо 1, либо 2. При вращении энтропии в результате этого процесса, да, то есть это S0, а это было S1, давайте обозначим. Тогда при вращении энтропии это S1 минус S0 и равняется, это у нас минус логарифм 2. Вот, и теперь мы можем воспользоваться неравенством. Доказано, минус логарифм 2 больше либо равен бета на количество теплоты. Количество теплоты, которое получает система, но здесь мы видим, что у нас количество теплоты отрицательное, да, то есть это значение меньше либо равно минус 1 на бета логарифм 2. Или мы можем взять по модулю это выражение, то есть минус Q, да, модуль Q равно минус Q, и тогда это будет больше либо равно единице на бета логарифм 2, ну, или КТ, да, через постоянную Больцманную температуру. Вот, и поскольку у нас количество теплоты отрицательное, то это значит, что оно высвобождается, то есть отдает энергии, которая отдается в окружение, выделяется. Диссипация теплоты происходит. И тем самым мы получаем, что стирание одного классического вида информации ведет, по крайней мере, к выделению теплоты, к диссипации энергии в размере КТ логарифм 2. Кроме того, тут будет строгое равенство, если это стирание будет происходить квазистатическим процессом, то есть бесконечно медленно будем сдвигать, например, правую стенку к центру. Вот тогда будет строгое равенство, если этот процесс более быстро, не квазистатический производить, то у нас будет неравенство, да, минус Q больше КТ логарифма 2. Вот, тем самым, вот это вот неравенство еще производит, такой, проводит параллель с термодинамикой, да, проводит мост из термодинамики в теорию информации. И обеспечивает выполнение принципа Ландауэра.